Футбол во имя мира, ставший уже традиционным Кубок Дружбы Народов, прошел на нашем городе. На футбольное поле вышли любительские команды, представляющие национально-культурную автономию. В этом году за главный приз боролись 18 команд не только из Новосибирска, но и из других городов России и даже из Казахстана. Таджикская команда делает ставку на упорные тренировки. Игроки должны знать друг друга. Вот секрет успеха. Чтобы друг друга хорошо знали, кто как на поле играет, чтобы не было никаких ошибок на поле. Чтобы мы отыграли хорошо и в честь своей родины наказали, что мы и во всех сферах хорошо играем. Татарский Рубин в турнире Кубок Дружбы Народов участвует в четвертый раз, но еще не завоевал ни одной награды. Название команды игроки позаимствовали у более удачливых коллег профессионального клуба из Казани. Но все же сибирские футболисты больше верят в физическую подготовку, чем в удачу. Постоянно играть только, только практика и все. И то, чтобы игроки обязательно сыгрывались. В турнире Кубок Дружбы Народов играют любители. Возраст футболиста не может превышать 35 лет. Однако команды идут на разные хитрости. Тихаря одного наняли профессионала. Это вырежет, да? У нас полупрофессионалы все. Ну, уже на городе, за вузу у нас ребята играют. Я в том числе. Главное не победа, а дружба народов. Соревнования приурочены ко дню образования СССР. И играют на поле команды, представляющие национальные культурные автономии. Единственное исключение – команда КПРФ. Турнир по мини-футболу проводится уже в четвертый раз. Растет число участников. Кроме новосибирских команд приезжают футболисты из Якутии, Хакасии, Тувы и даже Казахстана. Никакой политики здесь нет. Здесь только дружеская атмосфера, чтобы все нации объединились. Даже если будем смотреть прошлые турниры, никогда не было никаких происшествий, никаких серьезных травм. В этот раз кубок получила команда Дагестана на втором месте КПРФ на третьем – Армения. Но на самом деле, как это видно из названия турнира, победила дружба. Марина Аверина, Анна Гурьянова, Евгений Макаров. Новосибирские новости.